Наверное каждый из нас в детстве мечтал найти клад. Начитавшись сказок, нам хотелось наткнуться на пещеру, доверху набитую самоцветами, откопать в огороде горшок с золотом или отыскать в бабушкином комоде карту пиратских сокровищ. Как оказалось в реальной жизни драгоценности, действительно могут валяться прямо под ногами. Но далеко не всегда они имеют столь привлекательный вид, как об этом говорится в сказках. Супругам Гарри и Анджеле Вильямс из английского графства Ланкашер, несказанно повезло, они нашли настоящие сокровища. А дело было так, Гарри и Анджела решили на выходных отдохнуть на берегу Ирландского моря, благо оно находится лишь в нескольких километрах от их дома. Конечно же погода в апреле не располагает к купанию, поэтому муж и жена просто прогуливались вдоль побережья, наслаждаясь звуком накатывающих на берег волн. Внезапно их романтическое настроение вмиг улетучилось, поскольку порыв ветра донес до них отвратительный запах гнилой рыбы. К удивлению супругов, пляж был чистым и не было никаких намеков, что же может быть причиной вони. И тут внимание Гарри привлек предмет, похожий на обычный камень. Оказалось, что именно он источал этот неприятный запах. Гарри и Анджела догадались, что перед ними бесценный амбропродукт пищеварительной системы китов, который, как бы странно это ни звучало, используется в элитной парфюмерии. Это воскообразное вещество образуется в кишечнике самцов кашалота и выходит наружу в процессе рвоты. А поскольку оно немного легче воды, волны нередко выбрасывают такие глыбы на берег. Несмотря на свое неблагородное происхождение и первоначально жуткий запах, амбро высоко ценится парфюмерами. Ведь после очистки и сушки запах вещества меняется и становится приятным. Амбро используется как фиксатор ароматов, не давая сложной парфюмерной композиции быстро выветриться. Амбро и раньше была чрезвычайно дорогим продуктом, а сведением запрета на китобойный промысел стал оцениться на вес золота, ведь теперь ее можно найти лишь плавающей в море или выброшенной на берег. Найденный супругами Вильямс комок весил чуть более полутора килограммов и его оценили в 50 тысяч фунтов стерлингов, а это больше 71 тысячи долларов. Вот так на Гарри и Анджелу буквально ниоткуда свалилась целая куча денег. Если тебя впечатлила эта история, непременно поделись ее со своими друзьями, особенно если они живут у моря или планируют поездку на океанское побережье. Кто знает, может им тоже посчастливиться найти такое сокровище. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.